Термин «большой скачок» плотно связан с экономической политикой Китайской Компартии в конце 50-х годов. На самом деле тогда КПК, Компартия Китая, пыталась скопировать скачок в Советском Союзе. СССР имел богатую практику больших скачков. Наверное, первый большой скачок в советской экономике случился в 1928 году, когда большевики вдруг спохватились. Их партия, партия нового типа, была предназначена для того, чтобы начать мировую революцию. Для этого нужно было создать плацдарм в разоренной Российской империи, а затем под руководством третьего интернационала включиться в проведение переустройства всего мира. В мировом масштабе, как тогда говорили. Но мировой революции не получилось. Третий интернационал превратился в предаток большевистской партии, стал ее филиалом, работавшим за рубежом почти как внешняя разведка. В аграрной стране, где городское население составляло всего около 10%, успешно развивалось мелкотоварное частное производство, и на его фоне существовало крупное государственное промышленное производство. Была тогда в СССР стабильная валюта, формально обеспеченная золотом и другими легко реализуемыми товарами. Так было написано на банкнотах. Правда, обмен должен был производиться по особому распоряжению. Эти слова тоже были на банкнотах. Эта валюта называлась червонцем. Ее конвертируемость искусно поддерживалась с помощью черного рынка, контролируемого государством через подставных лиц. Да, было такое время. И это неудивительно, так как историки нашей экономики связывают появление стабильной советской валюты с именем Феликса Эдмундовича Дзержинского, известный сейчас почти исключительно только по его дечищу ВЧК, ГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. А он еще и в экономике сделал много такого, что недооценено нашими современниками. На селе бурно росло материальное производство. Как говаривал, вернее, пописывал Ленин, сельскохозяйственное производство постоянно воссоздает капитализм. Сельские хозяева вели товарное производство, обеспечивали страну продовольствием, накапливали денежные средства, которые вкладывали в производство, покупали сельскохозяйственные орудия и даже трактора. Излишки этих денег искали выхода на рынок капиталов. Кое-какие акционерное общество существовали, например, акционерное общество Добролет, предшественник всем известного аэрофлота. Но этого было мало. Казалось, еще чуть-чуть, и в стране возродится капитализм в стиле того, что был до свержения царизма, когда крупное производство жило на государственных заказах и фактически контролировалось правительством, а за его пределами существовал хозяйственный континум с частными производствами самого разного масштаба. Но, простите, каково тогда место большевистской партии, партия нового типа, созданной под проведение мировой революции, под переход от капитализма к социализму. Партийные лидеры говорили тогда, если мы сейчас чего-нибудь не сделаем, то нас сметут. Они имели в виду, что сметет их мелкобуржуазные стихии с ее магазинами, мелкими предприятиями, французскими булочками и краковской колбасой. Вот тогда-то они и придумали свой большой скачок – индустриализацию. Отношения с Германией были тогда самыми теплыми. В Липецке летали немецкие летчики, в Казани водили машины немецкие танкисты, в Кузминках – это сейчас черта Москвы. Немецкие военные испытывали свои боевые и отравляющие вещества. Все это, конечно, делало с рукооборку советскими военными. На советские самолеты ставили немецкие двигатели, а в танковых конструкторских бюро работали немецкие конструкторы. Даже в первые месяцы Великой Отечественной войны наши авиационные заводы использовали детали с клеймом «Сделаны в Германии». В ту пору во главе одной немецкой маргинальной партии встал выходец из Австрии, человек с чешской фамилией – Адольф Гитлер. Он очень удивил тогдашнего гауляйтера Берлина, то есть главу городской партийной организации Йозефа Геббельса, что в будущей борьбе за переустройство Европы союзницей Германии будет Великобритания, а не Россия. Члены Национал-социалистической рабочей партии Германии были уверены, что Россия – это естественный союзник Германии. Поэтому в 1929 году лидеры большевиков не могли думать, что готовят страну к войне с Германией. Думали они тогда только о своем месте в структуре нашего общества. А с развитием капитализма места для них не оставалось. Строительство индустриальных гигантов требовало огромных затрат. Строителей нужно было кормить. Но где взять деньги для выплаты им зарплаты? Ведь твердый рубль, потому и твердый, что его эмиссия строго ограничена. Если его имитировать безгранично, то в условиях рыночной экономики он обесценится, и крестьяне не дадут за него необходимого количества хлеба. Решено было ликвидировать сельского товаропроизводителя как класс. Такой был тогда лозунг. Крестьян, поставлявших товарное зерно, наименовали кулаками. В селах велели создать комитеты бедноты, в которые вошли крестьяне, не поставлявшие зерно на рынок. Им было поручено проводить раскулачивание. Справных крестьян выселяли на север, без права заниматься сельским хозяйством. Их было решено использовать только на тяжелых работах, например, в шахтах. По словам Сталина, тогда погибло более 10 миллионов крестьян. Бедные крестьяне перебили богатых, так Сталин это описал. Ситуация была похожа на то, как в 30-е годы в Германии разрешили немцам отобрать имущество евреев. Кстати, по официальным данным, евреев за всю войну погибло меньше, чем крестьян за коллективизацию, по словам Сталина. Производство продовольствия резко упало и не восстановилось до самой Великой Отечественной войны. Распределение в городах стало карточным, деревня выкручивалась как могла. В начале 60-х у меня было три знакомых молодых человека, приехавших в город учиться в технике на дизелистов. Они были из совхоза, то есть у них были паспорта, и они могли себе это позволить, приехать в город. У колхозников паспортов не было, и единственным способом вырваться из села для них была служба в армии. Тогда вышел на экраны двухсерийный фильм председатель. Молодые эти люди говорили тогда, широко открыв глаза после просмотра первой серии, вот, вот, вот так оно и есть, в первой серии показали разрушенное сельское хозяйство после войны. Кстати, эти молодые люди после техникума пошли работать дизелистами на нефтяные буровые и не вернулись в Сирло. Увы, коллективизация была не последней попыткой совершить большой скачок в экономике СССР. После американской выставки в Сокольниках Хрущев решил догнать Америку. На 22-м съезде партии было решено построить коммунизм к 80-му году. Об этом было торжественно объявлено. Начались скачки, которые сейчас вспоминаются как дерганье в экономике, химизация, внедрение всей в оборот кукурузы, чтоб как в Америке, где Хрущев побывал на ферме. Отраслевые министерства заменили территориальными совнархозами, советами народного хозяйства. Экономика пошла в разнос. Появились круглосуточные очереди за хлебом, цены стали расти, расценки снижаться. Таких жертв, как коллективизацию, не было. Но рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода расстреляли. Скачки повторялись и при Брежневе, но это все было больше в пропагандистских целях, чем в целях действительного изменения экономики. То продовольственную программу придумают, то бросят лозунг пятилетки качество, мастерство и поиск молодых. Но история приготовила СССР погибнуть во время своего последнего скачка. О нем в другой раз. Пора гасить. Да, кстати, Адольф Гитлер жестоко ошибся. Когда Германия и СССР разделили Польшу в 1939 году, Великобритания объявила войну одной только Германии. Британские моряки стали топить британские корабли во всех океанах. Война закончилась в разрушенном британскими бомбардировками Берлине в 1945 году. Советский Союз был единственной великой державой, пропаганда которой постоянно напоминала о Холокосте, который проводили гитлеровцы. Евреи всего мира были признательны СССР за это и за освобождение узников в нацистских лагерей смерти. Симпатии к Советскому Союзу были очень велики. Работавшие в Америке ученые еврейского происхождения помогали советской разведке добывать американские атомные тайны. Люди, близкие к проекту Венона, посмотрите в интернете, что это такое. Люди, близкие к этому проекту, намекают, что сам Альберт Эйнштейн сотрудничал с советской разведкой. По крайней мере, другой великий физик 20 века, Бруно Пантикорво, итальянец, в конце своей жизни уклонялся от интервью с охотчими до сенсации разоблачения журналистами. «Я хочу умереть великим физиком, а не шпионом», — говорил он. После Второй мировой войны он перебрался из Великобритании в СССР. Официально, всегда и теперь считается, что так он реализовал свое фундаментальное право на выбор страны проживания. Ну пока. Подписывайтесь и лайкайте.